привет господа пчеловоды сегодня у нас второе августа и тема будет довольно таки интересная наука о том что как же избавляться от воротоза без лекарств это во первых во вторых как подготовить пчелу к тому что сейчас начнется осенний взяток летний взяток заканчивается у нас в двадцатых числах июля и начинается вот он в августе примерно с 5-10 числа августа начинается лесной мед и вот этот промежуток между 1 2 между 1 2 промежуток небольшой и именно в этот момент пчеловоды начинают замечать когда пчелы начинают чистить прилетки и у всех один и тот же вопрос на что я вам всем объяснял что есть наука чтобы проверить эту прилет как заставить пчелу не сидеть на прилетках и какие выгоды с этого имеет пчела и какие выгоды имеет пчеловод и вот он вам наглядный пример например сейчас вы увидите странности от которых вы не должны быть в шоке должны вы должны вспомнить все что я говорил за три года и вот эта наука к вам придет ваши улья и все вопросы по поводу почему прилетки чистятся и почему пчела не работает и все это бла-бла но самое важное что как странный пчеловод избавляется от воротоза при этом пчела имеет подымает очень сильный иммунитет и вот результат я буду показывать примерно в 15 числа августа это вся наука она имеет очень короткий период но зато мощный результат но отвечать на него будете вы сами на эти вопросы которые я могу сейчас задавать и так я объясню в кратности видите да кормушка у нас взяток он резко заканчивается в 20 числа июля и в этот момент начинаются напады пчелы бомбят малышей здесь миллион пчелы два этажа три этажа пчелы и чтобы от этого избавляться у меня есть вот такой скромный вариант он очень странный но те кто начнет повторять это эта странность превратится в денежный эквивалент это во-первых во вторых иммунитет пчелы подымется в два в три раза в третьих вы уничтожаете воротоза в четвертых вы наполняете вот он отводок вы здесь стояли здесь и здесь а вот это все стояли у ли это ходовые у ли которые ушли на тачки на другие тачки для того чтобы там есть на одном тачке например вереск на другом тачке другие цветы там осенние цветы и надеюсь что моя наука вернее не надеюсь а вот вы увидите как моя вот эта вот странная наука выстреливает по поводу вот этого значит с 20 числа по 25 вернее с 20 числа по 1 августа во первых забираются рамки на откачку забираются все эти все три этажа которые здесь были забираются рамки на откачку независимо от того что там закрытый мед открытый мед это для меня это 25 вопрос а важно чтобы вот эта пчела которая здесь три этажа она становится голодная она начинает садиться на прилетки начинает бомбить малышей и вот чтобы этого не было сюда заливается 20 литров сиропом лекарственный сироп зиму для того чтобы как вы помните я вам много раз рассказывал что вот эта пчела это дармовая пчела взятка такого уже не будет чтобы эта пчела вам принесла допустим 20 рамок 20 рамок за две недели этого просто быть не может но то что есть такая возможность заполучить 20 рамок вот это я в этом как-то немножко уверен и значит в пятнадцатых числах пятнадцатых числах августа я вам буду показывать эти результаты и вы сделаете для себя выводы но вопрос вот у меня прежде чем задать вопрос значит такая кухня когда закармливаешь вот эту пчелу что нужно сделать чтобы вот этот сироп из 20 литров у вас здесь а вот здесь им осталось хотя бы 16 16 килограмм меда потому что если это сделать вот как вы думаете что взял и налил у вас даже 5 5 литров 5 килограмм меда не будет здесь нужна особая хитрожопость и особые виды эту хитрожопость я вам рассказывал но никто на это внимание не обращает и поэтому вот сегодня да уже видите да отсюда вам пчелы все спокойные сидят отсюда вы уже ушли на другие тачки я этих пчел буду показывать 15 числах но на это место ставятся отводки потому что все это делается днем и летная пчела которая возвращается домой она заходит во все отводки и поэтому резко наполняются отводки пчелой это второе то что плюс 3 после того как в течение недели вы должны закормить 20 литров лекарственного сиропа чтобы вот эти рамки которые вы отсюда заберете а вы отсюда заберете все рамки которые наполнятся эти рамки вы все вытащите и на это место поставите пустые рамки после откачки меда сушь но это не суша после откачки меда и получается что вот у вас здесь во-первых те пчелы которых вы начнете один этаж забираете сразу на отводок второй этаж на отводок и потом отсюда во вы должны забирать расплод весь расплод надо забрать вот здесь примерно где-то 8 рамок с расплодом бывает 12 рамок зависимости от семьи но его надо убрать но когда вы все уберете вы сюда поставите оставите только одну рамку с маткой и все рамки поставите после откачки и пчел вы уже делаете я это три года объяснял почему я это делаю для чего я это делаю и вот сейчас вот эта кухня вот она вот на ваших глазах это случилось я отсюда три этажа пчелы я расформировал сделал отводки все пчелы которые мощные семьи здесь были они все вы ушли в таком же состоянии я их располовинил сделал отводки короче надо на 50 70 процентов пчелу освободить чтобы не было потому что три этажа в один этаж вы не можете заткнуть а вот сейчас уже то что я освободил видите пчелы хватает чтобы ее увести на тачок но вопрос у меня в чем вот что нужно сделать это опытные пчеловоды по идее должны отвечать опытные пчеловоды потому что начинающие пчеловоды даже даже представить и не смогут что же нужно сделать для того чтобы ваши 20 литров превратились в мед если вы не сделаете того что вы должны сделать то что вам странный пчеловод объяснял три года значит здесь 20 литров они исчезнут в никуда и пчелы иметь будут проблемы и ваша пасека будет иметь проблему и получится ничего но если следовать следовать моим советам которые я вам говорю то получится кухня при которой осенний мед у вас также наберется как и весенний мед его будет ну чуть чуть меньше и вместо 100 килограмм там допустим будет 40 килограмм это это неплохо но для этого надо соблюдать все правила которые я рассказываю каждая буква в этом алфавите имеет значение и поэтому то что сейчас я рассказываю это поверхностно все идет под каждым словами под каждым предложением есть глубокий смысл и вопрос у меня значит такой что нужно сделать для того чтобы вот это получилось второй вопрос что нужно сделать чтобы ваши матки вот в этот момент когда все это происходит чтобы они не исчезли потому что именно вот в этой суете когда у тут вот с 20 с 20 июля по 1 августа очень часто вот эти могут быть напады но фишка в том что надо закормить течение максимум 5-6 дней пакетами это кухня у вас не прокатит вы должны срочно закормить рамки убираете в отдельные лоды эти теперь вот этот мед ваш мед который вы заполучили там же 20 процентов идет с улицы мед и 80 процентов с лечебный сироп и получается прекрасный мед в зиму и вот эта семья она уже обеспечена тем медом что уже собрался вот здесь и было пять семей вот здесь и 4 и еще рамки в других местах скапливаются и поэтому когда сюда на эти места вернуться основные мощные семьи они вернутся уже это будет октябрь месяц свереска они приедут в октябре чтобы не насиловать пчелу я вот эти рамки достану 10 рамок на одну семью и мне не нужно будет гнаться за увеличением расплода как вот сейчас начнут общественное пчеловодство начнет сейчас наука как же нагнать нагнать и догнать чтобы у вас в зиму уходили мощные семьи у странного пчеловода а совершенно обратная кухня вот эти летние пчелы делают зимний мед и уходят на другие тачки и там начинают работать уже на мед потому что вот это когда они уезжают на тачок вот эта семья тоже сейчас уйдет на другой тачок вот видите она уже готовы все но рамки здесь уже пустые здесь рамки пустые она готова для того чтобы начать собирать мед и в пятнадцатых числах августа я вам покажу этот выхлоп который вот я вам всегда много рассказывал но обещал показать вот я сегодня показываю и у меня к вам есть такой ультиматум все кто смотрит этот ролик вы обязаны поставить палец вверх это означает что вы хотите слышать продолжение если не будет пальца вверх никакого продолжения не будет я три года это объяснял я просто покажу результат объяснений никаких всем кому будет интересно значит вы будете смотреть мои ролики того года все три года которые я объяснял вот именно в это время я каждый год эту кухню рассказывал по много рассказывал но вот сейчас я подробно хочу показать и подробно объяснить но для этого надо каждому кто смотрит этот ролик и кому интересно знать продолжение как эта кухня работает вот видите да 2 августа никаких прилеток пчела свободная спокойная никаких нападов ничего но повторяем это отводки но уже видите получилось что два этажа ставил один этаж надо уже поставил два этажа и поэтому кухня она очень интересная но разговаривать с пустотой мне надоело если вы не ставите палец вверх продолжение нету и вот эти комментарии когда надо мной смеются и говорят что у тебя маленькие семьи и мало меда вот мы увидим в 15 числа августа как вот эта кухня выстреливает поэтому отнеситесь к этому с пониманием те кто хотят воровать мои идеи на здоровье воруйте но элементарно просто спасибо нету элементарно простого спасибо вы начинаете проповедовать мою кухню при этом даже не упоминайте что это странное пчеловодство вас научила этому чтобы вот так по-хамски поступать нельзя поэтому кому интересно ставите вверх если есть пальцы есть продолжение полное объяснение всей этой кухни но я повторяю это наука странная она выстреливает не каждый год но даже если 50 процентов то это минимум 20-30 килограмм и плюс к летнему меду так что не подумайте что сейчас уедут пчелы с медом они уедут пустые на тачок но вот там на тачке 15 числах мы увидим результат так что всем пока пока привет